Ошибки молящихся Продолжим Позорить нас Одной братья из наигрубейших Ошибок Молящихся Это братья говорит не яд Я намереваюсь Совершить молитву Зухов 4 ракаат Не яд братья говорить вслух Не является нежелательным Не обязательным По единогласному мнению всех ученых Не яд братья говорить вслух Является беда Новшеством противоречащим шариату Если человек Делает это Убежденным что это из шариата То он джагель заблудший Он достойн наказания Как говорят ученые Если же он братья узнает об этом И все равно продолжит это дело То правитель его обязан наказать Тем более братья То что человек который говорит слух Не яд он этим самым Отвлекает и мешает тому брату Который молится Рядом с ним Ученые братья Сказали об этом Следующее Перечислим ученых разных Мазабов Абурабиер Сулейман Ибн Аумар Шафии говорил В слух говорить не яд Или читать в слух Куран за имамом Не является сунной Является порицаемым Так как этим самым Человек мешает Молящимся рядом с ним Поэтому это является Харамом И тот кто говорит о том Что говорить в слух не яд Является сунной Он ошибся Ему не дозволено это Ни ему ни другому Говорить в религии Аллаха Без знаний Абу Абделя Мухаммад Ибн Укасим От Туниси Малекитский ученый Сказал Не яд это является Делом сердца И вслух его говорить Является беда Тем более Этим ты приносишь Мешаешь людям Которые рядом с тобой Шейх Аляйдин Ибн Аттар Говорил Поднимать голос Во время не яда Является тем Что мешает молящимся Поэтому это единогласным По единогласному мнению Является Харамом Если же ты не мешаешь Молящимся То это является Все равно Позорным бедаатом Если человек Который говорит В слух не яд Этим сам занимается Показухой То Харам с двух сторон И является Одним из смертельных грехов И тот Кто порицает Того Кто заявляет О том Что это сунна На правильное мнение А тот Кто говорит Об обратном Тот ошибся Приписывать Это к религии Аллаха Убежденным Он в этом Является Куфром Сказал Если же не убежден В этом То это является Грехом И каждый верующий Который может Порицать это Должен запрещать Это И не позволять Людям Все это Делать И не пришло Это не от послания Николасоваса То есть Говорить Не яд Слух Не от одного Из его Сподвижников И не от одного Из ученых Кто последовал За ними Это слова Алиадина Ибн Аттара Точно так же Братья Говорить Не яд Шепотом Не является Обязательным Ни одного Из четырех Имамов Никто Из четырех Имамов Никогда не говорил Что это является Обязательным Ни в тахарате Ни в намазе Ни в уразе Имама Ахмада Абудауд То есть Спросил у имама Ахмада Должен ли человек Говорить перед Такбиром Что-либо Он сказал Нет Имам с уютой Сказал Так же Из бедаатов Когда у человека Уасваса В неяте Молитвы Ничего подобного Не делал Ни правоксоваса Ни его Сподвижники Они ничего Не говорили Никакого Неята В молитве Не произносили Кроме Такбира Всевышний Аллах Наталья Сказал Вам в посланнике Аллаха Был хороший пример Имам Шафии Сказал Да будет довольным Аллах Уасваса В неяте В молитве Или в тахарате Является Джахлем О шариате Или же Дуростью В разуме Говорить Братья Неят В слух Несет за собой Брат Очень много Плохих вещей Ты видишь Как человек Говорит Неят В слух Четко Например Даже Я намереваюсь А потом Собирается Делать Такбир И останавливается Думает Что он Долгом Должным образом Не сделал Неят Очень много Таких людей Которые По несколько раз Пытаются Зайти В молитву Как говорил Ибн Джаузи О менталика То есть Из тех Обман Из того Чем обманывает Шайтан Людей Это неят Для молитвы Кто-то Из них Говорит Я Совершаю Молитву Такую Затем Опять Повторяет Потому что Он думает Что он Должным образом Не сделал Неят А как Неят Может быть Сделал Недолжным образом Если он В сердце Или же Он недоволен Тем Что он Сказал Из них Есть такие Кто собирается Делать Такбир Потом Останавливается Потом Делать Такбир Потом Останавливается То есть Не может Зайти Никак Молитву И когда Имам Сделает Руку И уходит За имамом В руку Имам Ибн Джаузи Говорится Откуда У него Появился Неят В этот момент То есть Он же Не мог Его Толком Откуда Он вдруг Появился То есть Видите Как Шайтан Обманывает А все Это Является Обманом Шайтана Который Хотел Лишить Его Достоинства Того Непрочитанного Промежутка Молитвы Которую Он Пустил Из тех У кого Есть Вас-Вас Ибн Джаузи Кто Клянется Аллахом Что Только Один раз Сдел Такбир Хоть Он много Раз Даже Шариат Жи Говорит Легкий Добрый В нем Нету Никаких Недостатков И не пришло Ни от послания Коусам Ни от его Сподвижников Ничего Подобного Это что Касается Слов Ибн Джаузи Причина Братья Этого Ас-Васа То что Не яд Сам по себе Он присутствует В сердце Этого Того Кого Этого Ас-Васа А он же Думает Что у него В сердце Его нет И поэтому Он хочет Произнести Его языком Сам в себе И сомневается Братья Чего Сам в себе Не сомневается Это братья Реально Ненормальный Человек Ибн Абель 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 Говорит Никто Из четырех Имамов Ни шафии Ни другой Никто Не говорил Произносить Неяд Потому что Место Неяду В сердце По единогласному Мнению И это Пришло От некоторых Поздних Поколений Ученых Которые Обязали Человек Говорит Неяд Или же Ложно Приписали Это имаму Шафии Имам Науви Сказал Это неправда Это неправда То есть Имам Шафии Ничего Подобного Не говорил Имам Мукайм Говорил Пророк Когда вставал На молитву Говорил Слава Аллаху Акбар И ничего До этого Не говорил Никогда Вслух Неяд Он не Произносил Никогда Не говорил Я собираюсь Совершить Молитву Ради Аллаха Повернувшись Следующим За имамом И никогда Не говорил Что я совершаю Молитву В данное время Или же Восполняю Молитву И так далее И так далее Все это является Беда Ни от кого Это не пришло Говорит Ни с достоверными Снадом Ни с ложными Снадом Ложного Даже ложного Хадиса На это нет Ни в Муснаде Ни в Мурсале Даже одного Слова Не пришло Об этом Ни от кого От сахабов Ни от кого От табиинов Ни от кого Из четырех Имамов Подобного Не пришло Просто братья Когда мы это читаем Мы видим До чего Братья Гурба Чужда Религия Сейчас Одним словом Братья Все эти слова Ученых Мы видим Из разных Мазавов Из разных Времен Из разных Государств Все они Говорят о том Что вслух Говорит Нет Является Беда И тот Кто говорит Что это Сунна Тот ошибся Доводами Давайте поговорим Теперь о доводах Также Доводах Которые доказывают То что вообще В Сунне Нету Никакого Не ядовства Айша Да будет довольна И Аллах Говорила Канара Солосам Яставтих Салят Абит Тагбиир Пророк Солосам Начинал Свою молитву С Тагбиира Абу Ра Да будет довольна Аллах Говорил Пророк Сололлах Абит Скал Тому человеку Который Плохо Совершал Молитву Когда тот Ему сказал О посланник Аллаха Научи меня Молитве Он сказал ему Когда ты Встаешь на молитву Соверши Должным образом Омовение Затем Повернусь На Кибли Затем Скажи Тагбир Затем Читай То что тебе Облечено Из Курана Где нибудь Есть Прония Абдулла 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 От текста Все эти хадисы И подобных Огромное количество От пророка Саусам Указывает на то Что молитва Начиналась С Тагбиром Братья И то что Пророк Саусам Ничего до Тагбира Не говорил Также это подтверждает Единогласное мнение Ученых О том Что если человек Произнесет языком Случайно то Что противоречит Его сердце То надо считаться С тем что в сердце Человек собирался Читать намаз Зухар И например Кто-то заходит Намаз перед Тагбиром Брат какой намаз Читаем Он говорит Аср Аллаху Акбар То есть Ответил тому Аср Но на самом деле У него сердце Зухар Ошибся Ничего страшного Он продолжает Свою молитву Какая польза Братья От того что Человек будет Произнесить Своё намерение Если Единогласное мнение Гласит о том Что с тем Что на языке Никто не считается А надо считаться С тем что в сердце Некоторые братья Когда Альхамдулля До них Это истина доходит У них Всё равно У вас От шайтана Остаётся Раньше Он говорил Слух Я намереваюсь Совершить Четыре раката Зухар За эти мамы Фарт Своё время И так далее Аллаху Когда ты ему говоришь Он потом про себя Вот эти вот слова То что он говорил Раньше вслух Испугался Что это беда И начал Эти же слова Но знаете Как это В мыслях Короче Прогоняет Это выражение Так или не так Кто знает Какой телефон Хочу знать Кто знает Моё намерение Нет Подожди Вы на моё намерение Не знаете Правильно Моё намерение Не знаете Надо самое старое Выбрать Чтобы Вали Вот допустим Вот я взял Этот телефон Так Вот сейчас Вы узнали О моём намерении Так или не так А до этого Моё намерение Никто не знал Я разве говорил Я намереваюсь Взять вот этот Серый Нокия Телефон И взял Нет же Просто Или не просто Так же брат Ты идёшь Когда на молитву Встал за имамом И сказал Аллаху Акбар Совершай четыре раката Всё Не надо О чём-то думать Сердце у тебя есть Ты понимаешь Что ты пришёл Читать Зухр Поэтому ты читаешь Четыре раката Читаешь Триям Потом Рокоп Не надо Никаких фраз Прогонять Всё Это является Новшеством Братья Поэтому Братья Субханаллах Милость Аллаха Субханаллах Великая Тому Кто зашёл В ислам Братья И первый С кем познакомился С человеком Который Он начал Сразу же По сути Всему учить У него Братья Никаких запарок Нет Ему легко А тот же Кто вошёл В ислам И начал Вот эти Вот ему Голову Забили Субханаллах Это братья Знаешь Это как Человек Аузабеля Заболел Которого Отравили Отравили У него Всё болит Миллион болезней И вот он Потихоньку Излечивается Тихо Тихо От этих вещей Поэтому Братья Старайтесь Сразу же Изначально Своих детей Своих близких Своих родственников Кто приходит К исламу Сразу же С самого начала Учить исламу В соответствии С умной Пророка Чтобы они Потом не мучились Также Человек Который Братья Произносит Неят Он этим самым Косвенно Унижает Аллах Аузабеля Почему Потому что Мы люди Когда что-то Ты собираешься Делать Ты можешь Своему брату Скажу Ну скажи Что ты собрался Делать Я хочу знать О твоих намерениях Так Потому что Ты человек Смертный Не знаешь Что в сердце А разве Аллах Нуждается В том Чтобы мы Ему Рассказали Тот Который Рассказывает Унижает Аллаха Как будто Аллах Не знает Что у него В сердце Аллах Знает Что у тебя В сердце Не надо Ему Рассказывать О том Что у тебя В сердце Аллах И так Знает Что Аллах Знает Что у нас Сердца Поэтому Просто Подходи К молитве И совершай Молитву Это что касается Ошибки Молящихся